Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдемната Спейс, и сегодня этим знаменательным видеообзором я возвращаюсь к линейке Лего Бионикл и смотрю сегодня на Макуту Чирокса из подсерии Фантока, великого Макуту и носителя Канохи Маски Шелек, маски Безмолвия. Что ж, давайте без лишних промедлений приступим и посмотрим на этого замечательного Макуту из Братства. Ну, начнем, наверное, с инструкции, которая у нас идет в этом наборе. Как можете видеть, она имеет довольно-таки интересную стилистику подсерии Фантока. И, друзья, я думаю, это моя любимая подсерия Биониклов, потому что здесь сразу у нас в серии три Макуты и три Тоа сражаются друг с другом, и все они имеют такой интересный дизайн, несколько скопированный с вампиров, летучих мышей в этом духе. Кстати, все эти Макуты являются слепыми. Именно для этого вам понадобятся их совращенные тенями мотораны, вот, обращенные в таких же страшных существ, которые цепляются каждому из них на спину. Это у нас Антроз, Чирокс и Вампра. Их маленькие собутыльники, они, видите, цепляются на спины. Благодаря этому наши Макуты способны видеть, а так они все слепые и незрячие. Также тут были Тоа, Тоа, Лива, Паха, То и Капака. У меня даже Капака был, правда, подделочный от Беллы, к сожалению. И их маленькие тоже ребята мотораны. Очень крутая серия. Ну, давайте посмотрим на инструкцию. Инструкция довольно красивая. Разворот. У нас показано, что нужно сортировать детали. Ну, в принципе, вот она, 12-летней давности инструкция в отличном состоянии. Все, сборка несложная. Рекламка Лего Клуба, рекламка других наборов. Лего Сити у меня был такой даже. В 2008-м тут у нас Конгу из Возвездной Войны. Вездолет Набу. И показано, как присоединять его маленького Киропа. Его зовут Кироп, это маленькое существо. В общем, вот такая вот инструкция. Далее посмотрим на коробочку. Блага, она у меня тоже есть. Вот такая интересная канистра. Также хочется отметить то, что в те годы поверх канистры была еще такая пластиковая деталь, которая показывала, типа, тут какая-то слизи горная течет, я не знаю даже. И она была под цвет того персонажа, которого вы покупаете. Это очень круто. Сама канистра плотная, здоровская. И сохранилась довольно-таки неплохо. Артикул набора. Сам Чирокс, его теневые пиявочки выпадают из грудной клетки. Фантока. Очень классный дизайн, мне очень нравится. Сверху написано Бионикл, и у меня очень не упал. Стоят Чирокс. Сзади продемонстрирована его комбинация с Киропом. И вот когда, как можно использовать вот этот интересный ободок, который на коробке был для дисплея самого героя. Ну и тут написано в разных языках предупреждение. Так что коробка классная. Жаль, нету этой штуки. Ну, хорошо, посмотрим на самого Макуту Чирокса. И, друзья, должен сказать, он выглядит довольно-таки классно. Он очень высокий, поэтому он даже полностью в фрейм не помещается. Камера, ну давайте начнем с ног. Как вы можете видеть, у него они довольно классные. Детали использованы здесь потом еще в фабрике героев довольно часто. У Мелдауна, и у Кородера, и у кого только они не были. Но появились, я не знаю, фантоки впервые или нет, может быть, раньше. Далее у нас идут руки. Вот такие интересные. Ну, точнее, ноги, по-моему, это раньше, как руки тоже могло использоваться. Или нет, это, кстати, ноги от Туа Хордика 2006. Так что неподвижность отличную предоставляют. Далее вот эти вот детальки щитков, которые служат ему доспехом таким небольшим. Немножечко даже может быть деформированным. Они от Туаигники, которая в этом году вышла. Очень хочу этот набор с маской жизни. Вот, так что ноги у него устойчивые, классные. Вот эти детали, благо, тоже в хорошем состоянии. Они тут не треснутые. Далее у нас идёт уникальная деталь его грудной клетки, которая у всех макут этой серии. Вот такая костлявая, костяная, сгорбленная. То есть, интересно. Далее, сзади, кстати, есть крепёж, куда можно ставить его с обутыльника. Но только вот здесь у меня есть только радиак. Красный от антурза. Ну, можно, конечно, его поставить, но это будет немножко не канон. Так, теневые пиявочки, функция. Они могут эти теневые пиявочки сбрасывать на бедных моторонов и поглощать их жизнь. Ну, точнее, это, наверное, в подобие себя превращать. В общем, вы нажимаете сзади на вот эту кнопку, и вы не видели, как оно распалось. В общем, капсула распадается, друзья, и из неё выпадают маленькие теневые пиявочки. Вот как они выглядят. Теневые пиявочки, господа. Посмотрите, какие они маленькие, но какие они прикольные. Вот как выглядят. На них даже рожица. Такие, знаете, пираньи морда нарисованы. И их у нас в комплекте четыре. Они резиновые, мягенькие, их можно жмакать. И они очень классные пиявочки. Так что, да, это, насколько я помню, тридакс под называется, или как-то в этом духе, вот эта капсула, состоящая из двух частей. Так что, вот такая интересная капсула. Руки у него довольно интересного строения. Вы можете видеть, он не имеет ни пальцев, ни ладоней. Вместо них у него вот такие острейшие клинки, что означает то, что Чиракс говорить долго не будет. Он просто настекает безмолвие своей маской и сразу же уничтожит противника. Так что, очень классные детальки. Вот такие уже были в коллекции. У него также имеются здесь сверху крылья, которые, интересно, на конце прорезиненные, чтобы не сломать. Можно его руки, конечно, очень странно поставить вот так как-то, но это будет немножко деформировано. Правильно же их иметь вот таким вот образом, тоже как у летучих мышей, как-то так интересно. Сзади вот так вот, ну я уже показывал. Давайте теперь посмотрим на его маску, вот эту страшную маску. Она на самом деле, мне кажется, самой такой мудрой из всех масок этих Макут из Фантоки. Он, мне кажется, более такой, он самый знающий из них всех, хоть они все слепы, но возможно... Кстати, интересный факт. Есть еще перекрашенная версия Чиракса, которого зовут Мьют Ран, и он является научным интересным персонажем из Макут. И он, единственное, не является слепым. Если же сравнить эти маски, допустим, с набором вампры, вы можете видеть то, что вампры даже больше похожи на дизайн летучей мыши. Ну и вампры, кстати, у меня в полной комплектации тоже, я на нее сниму обзор позже. Ну, у Чиракса маска такая, довольно-таки длинная, вы можете видеть, она даже длиннее, чем у вампры. Она прикрывает его глаза красные сзади. И, в принципе, снимается довольно свободно. Здесь у нас такое лицо, которое уже довольно-таки давно в LEGO Bionicle в продакшене. Вот, и можем обратно одеть сам Чиракс, только преобразится. Что ж, друзья, вот такой вот таинственный прислужник тени Макута Чиракс. Я надеюсь, вам понравился данный видеообзор. Если это так, вы можете поддержать канал Доминато Спейс лайком, или же подписаться на него, потому что у меня на канале начинается марафон обзоров на серию фантоки. И посмотрите, вампра уже сбросила Чиракса в бездну, потому что понимает, что следующий обзор будет именно на этого персонажа. Так что, друзья, всех благодарю за внимание. И помните, темные силы Макут не дремлют. Вы должны объединиться, чтобы противостоять их великой и необузданной мощи. Всем спасибо и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok